Ветер 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 Платонов был разнорабочим, литейщиком, электромонтером, Помощником паровозного машиниста Кроме поля, деревни, матери и колокольного звона Я любил еще, и чем больше живу, тем больше люблю Паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу Я давно понял, что все делается, а не само родиться Рабочий класс — это моя родина И мое будущее принадлежит пролетариату Андрей Платонов родился в Воронеже в 1899 году И где бы ни жил Андрей Платонов, кем бы он ни работал Он был писателем, художником со своим только ему присущим видением жизни Со своим строгим стилем Со своим ломающим восторгом душу языком В котором поэзия и простота слились воедино Образуя произведение высочайшей эмоциональной и философской силы И что еще дорого в этом удивительном писателе Это его умение передать поэзию и высокую целесообразность труда Созидательной работы Как единственное оправдание существования человека на земле А для такого труда человек не должен иметь Разбитое сердце и навсегда смущенную душу Даже для обыкновенного, несложного труда Человеку необходимо внутреннее счастье И эта мысль вырастает в философское обобщение жизни В рассказе Платонова на заре туманной юности Ольга любила правильное устройство мира Чтобы все в нем было уместно и понятно Тогда ей было лучше думать о нем И счастливее жить Андрей Платонович Платонов умер в 1951 году В последние годы вышли 4 сборника его рассказов и повестей И я думаю, что те, кто познакомился с его творчеством Навсегда сохранят в душе свою благодарность К этому большому писателю За то, что он открыл нам прекрасный и яростный мир Сегодня мы хотим познакомить вас С одним из рассказов Платонова Мои товарищи, актеры Пришли в студию, чтобы прочитать его И по возможности сыграть Я говорю по возможности, потому что По-моему, еще не найдены Сценические и кинематографические эквиваленты Образности мышления Платонова Наверное, будет лишним говорить, что все мы Любим Андрея Платонова Представлю вам актеров, которых вы сегодня услышите Это Александр Лазарев Алексей Ибаженко Борис Иванов И Андрей Цимбал Борис Иванов Борис Иванов Борис Иванов Борис Иванов Борис Иванов Борис Иванов Субтитры создавал DimaTorzok В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев. Ему было лет 30. Я был определен в бригаду Мальцева помощником. Машина СУ, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно. Ему, вероятно, было все равно, кто у него будет состоять в помощниках. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего в весь внешний мир свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, как пустые, отвлеченно, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу. Даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром, вонзающийся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем, что с ним станет после нас, куда он полетел. Обычно мы работали молча. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня своими руками проверил состояние машины, точно он не доверял мне. Он относился ко мне, равно как к смазчику-кочегару, отчужденно. Так продолжалось и впоследствии. Александр Васильевич, я этот крик Сков уже проверил. А я сам хочу. В его улыбке была грусть, поразившая меня. Позднее я понял значение этой грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы. И он не верил, чтобы я или кто другой мог научиться тайне его таланта. Тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии и в старательности мы можем его превзойти, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда. Лучше, думал он, было нельзя. Он скучал от своего таланта, как от одиночества. Не знаю, как нам высказать все это, чтобы мы поняли. Пятого июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда. Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Через полчаса мы вышли в степь на спокойный мягкий профиль. Мы теперь шли навстречу мощной тучи, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны туча освещала солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии. И мы видели, как мечи этих молний вонзались в безмолвную дальнюю землю. И мы бешено мчались в той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Мы работали и смотрели вперед, как в сновидении. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца. Что это было? Молния. Хотела в нас попасть, до моих промахнулась. Какая молния? Сейчас была. Я не видел. Не видел? Я думал, котел взорвется. Так засветил, а он не видел. А гром где? Да гром-то мы проехали. Гром он всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух раскачал, пока туда-сюда, а мы уж прочее его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, они ведь позади. Мальцев стал хуже везти машину. Скорость то возрастала за сто с лишним километров, то снижалась до сорока. Александр Васильевич очень уморился. Однако на остановке он поест и немного отдохнет. Мы выехали в утихшую темную степь, над которой неподвижно покоились смирные изработавшиеся тучи. В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам и потолку кабины. Впереди, близко и далеко нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я еще не понимал, что это было, но понял, что надо делать. Мальцев! Александр Васильевич, мы петарды давим! Ночь! Мальцев, надо краны цилиндров открыть, машину сломаем! Не надо, не сломаем! Костя, Костя, что там впереди нас? Метрах в десяти на нашей линии паровоз, толкач товарного состава. На тендере находился человек, в руках у него была длинная кочерга, раскаленная до красного света. Ею и махал он, стараясь остановить курьерский поезд. Костя, Костя, дальше ты поведешь машину. Я ослеп. ПОДПИШИСЬ! Оставь меня одного Нельзя, Александр Васильевич, вы слепой человек Я теперь вижу Он, жена вышла меня встретить Ступай домой А у нее голова покрыта или без всего? Бес Кто слепой, ты или я? Ну, раз видишь, тут смотри Мальцева отдали под суд И началось следствие Что вы думаете О происшествии с курьерским поездом? Мальцев не виноват Мы взяли состав 80 пассажирских осей Опоздавшие до нас пути на 4 часа Мальцев обещал нагнать время Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу И отдав Реверс на полную отсечку Мы вшли навстречу мощной тучи Александр Васильевич далеко высунулся вперед И глаза его, привыкшие к дыму, огню и пространству Блестели воодушевлением Он понимал, что работа и мощность нашей машины Могли идти в сравнении с работой грозы И, может быть, гордился этой мыслью Мальцев не виноват Он ослеп от разряда молнии Он был контужен И нервы у него повреждены Я не знаю, как это надо точно сказать Я вас понимаю Вы говорите точно Все это возможно Но недостоверно Ведь сам Мальцев показал Что молнии он не видел А я ее видел И смазчик ее тоже видел Так Значит Молния Молния ударила ближе к вам Чем к Мальцеву Да Почему же в таком случае Вы и смазчик не контужены И не ослепли А машинист Мальцев Получил контузию зрительного нерва И ослеп Как вы думаете Молнии Мальцев увидеть не мог Он увидеть ее не мог Он ослеп мгновенно От разряда электромагнитной волны Которая идет впереди света молнии Он был уже слепой Когда молния засветилась А слепой не мог увидеть свет Интересно Я бы прекратил дело Мальцева Если бы он сейчас был слепым Ведь вы же знаете Мальцев теперь видит так же хорошо Как мы с вами Видит Был ли он слепым тогда Когда на огромной скорости вел Курьерский поезд в хвост товарному поезду Был Почему же тогда он не передал управление паровозом вам Или в крайнем случае не приказал остановить состав Не знаю Ну вот видите Взрослый Сознательный человек Управляет паровозом курьерского поезда Ведет на верную гибель сотни людей Случайно избегает катастрофы А потом оправдывается тем Что он был слепым Что это такое? Он и сам бы погиб Вероятно Однако меня Больше интересует жизнь сотен людей Чем жизнь одного человека А может у него были свои причины погибнуть? Не было Следователь стал равнодушен Он заскучал от меня Как от глупца Вы знаете все Кроме главного Вы можете идти Субтитры создавал DimaTorzok Александр Сильевич Почему вы не позвали меня на помощь Когда ослепли? Я видел Зачем ты мне нужен был Что вы видели? Все видел Сигналы Пшеница в степи Работу правой машины Я все видел Как же у вас получилось Вы прошли все предупреждения Вы шли прямо в хвост Другому составу Я привык видеть свет Я думал, что я вижу его А я видел его тогда только в своем уме В воображении На самом деле Я был слепой Но я этого не знал Я в петарды не поверил Хотя и услышал их Думал, что ослышался А когда ты дал три гудка остановки И закричал мне Я видел впереди зеленый сигнал Я сразу не догадался Почему же вы не сказали следователю Что после того, как ослепли Еще долго видели мир в своем воображении Верили в его действительность Я говорил ему А он что? Он говорит Это ваше воображение было Может быть вы и сейчас что-нибудь воображаете Я не знаю Мне говорит Нужно установить факты А не ваше воображение или мнительность Ваше воображение Было оно или нет Я проверить не могу Оно было лишь у вас в голове Это ваши слова Но Крушение Которое чуть-чуть не произошло Это действие Он прав Прав, я сам знаю Но и я прав А не виноват Что же теперь будет? Не знаю Мальцева посадили в тюрьму Я по-прежнему ездил помощником Но только с другим машинистом Осторожным стариком Это была не работа Я скучал По Мальцеву Мне пришли в голову Некоторые соображения Еще не ясные Для меня самого В областном городе В университете В физической лаборатории Есть установка Тесла Для получения Искусственной молнии Прошу испытать Заключенного Мальцева На подверженность Его действию Электрических разрядов В случае Если будет доказана Подверженность психики Мальцева Либо его зрительных органов Действию близких Внезапных электрических разрядов То дело Мальцева Надо пересмотреть Следователь Долго не отвечал мне Через несколько недель Я получил повестку Вы подвели И своего друга А что Приговор остается прежний Мы освободили Мальцева Приказ уже дан И сейчас может быть Мальцев уже дома Благодарю вас А мы вас благодарить не будем Вы дали плохой совет Мальцев опять слепой Я сел на стул усталости Во мне мгновенно сгорела душа И я захотел пить Эксперты Без предупреждения В темноте Провели Мальцева Под установкой Тесла Был включен ток Произошла молния Раздался резкий удар Мальцев прошел спокойно Но теперь он опять Не видит свет Это установлено Объективным путем Судебно-медицинской Экспертизой Сейчас Мальцев Видит свет Только в одном Своем воображении Послушайте Вы товарищ Мальцева Помогите ему А может к нему Опять вернется зрение Как было тогда После паровоза Едва ли То была первая травма А теперь вторая Рана нанесена По раненому месту Это я во всем виноват Зачем я тогда Послушался вас И как глупец Настоял на эксперименте Я рисковал человеком А он не вынес риска Вы не виноват Вы ничем не рисковали Что лучше Свободный слепой человек Или зрячий Но невинно заключенный Я не думал Что мне придется Доказать невиновность человека Посредством его несчастья Вы следователь Вы должны знать Про человека все И даже то Что он сам про себя не знает Я вас понимаю Вы правы Вы не волнуйтесь Товарищ следователь Тут действовали факты Внутри человека А вы искали их снаружи Но вы вовремя поняли Свой недостаток И поступили с Мальцевым Как человек благородный Я вас уважаю Я вас тоже А вы знаете Из вас мог бы выйти Помощник следователя Спасибо Я занят Я помощник машиниста На курьерском пароводе На следующее лето Я стал ездить самостоятельно И почти всегда Когда я подавал паровоз Под состав Я видел Мальцева Сидевшего на крашенной скамейке Он обращал в сторону паровоза Своё страстное Чуткое лицо С опустевшими Слепыми глазами И жадно дышал Запахом гари И смазочного масла Тоска и безжизненная Участь не дали Александр Васильевич Утешить мне было его нечем Я уезжал А он оставался Я не был другом Мальцева И он ко мне всегда относился Без внимания и заботы Но я хотел защитить его От горя судьбы Я был ожесточён Против роковых сил Случайно и равнодушно Уничтожающих человека Я почувствовал Тайный неуловимый расчёт Этих сил в том Что они губили именно Мальцева А скажем не меня Я видел что происходят факты Доказывающие существование Враждебных для человеческой жизни Гибельных обстоятельств И эти гибельные силы Сокрушают избранных Возвышенных людей Я решил не сдаваться Потому что чувствовал Себе нечто такое Что не могло быть Во внешних силах природы И в нашей судьбе Я чувствовал Свою особенность человека Я пришёл в ожесточение И решил воспротивиться Сам ещё не зная Как это надо сделать Альцам Васильевич Слепой тоже вполне полноправный Полноценный человек Прочь Завтра в 10.30 я поведу состав Если будешь сидеть тихо Я возьму тебя в машину Ладно Я буду смирным Дай мне там в руки что-нибудь Дай реверс подержать Я крутить его не буду Крутить ты его не будешь Если покрутишь Я тебе дам в руки кусок угля И больше сроду не возьму на паровоз Слепой промолчал Он настолько хотел снова Побыть на паровозе Что смирился передо мной На следующее утро Я пригласил его С крашенной скамейки на паровоз Я посадил его На своё место машиниста Я положил одну его руку на реверс А другую на тормозной автомат И поверх его рук положил свои Я водил руками как надо И его руки тоже работали Прежний совершенный мастер машины Старался превозмочь себе недостаток зрения И чувствовать мир другими средствами Чтобы работать и оправдать свою жизнь Он сосредоточился Забыл своё горе слепца И кроткая радость осветила лицо этого человека Для которого ощущение машины Было блаженством На последнем перегоне нам светил Жёлтый светофор Я смотрел на своего учителя С тайным ожиданием Закрой пар Я промолчал, волнуюсь всем сердцем Я вижу жёлтый свет А может ты опять его видишь Только в своём воображении? Веди машину до конца, Александр Васильевич Теперь ты видишь весь свет Он довёл машину до Тулубеева без моей помощи Мы проговорили весь вечер и всю ночь Я боялся оставить его одного, как родного сына Без защиты против внезапных и враждебных сил Нашего прекрасного и яростного мира Закрой парня Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...